Девушки отдыхают Здравствуйте, это Соня Соболева, старшая дочь вашего любимого комика, Виктора Комарова. Сейчас мой папа покажет вам сольный стендап-концерт «Третий». Там будет много про нашу семью, про нас с Евой и мамой. Он будет материться, но нам он говорит, что материться не будет. Ладно, не лишь бы бабки в том приносил. Приятного просмотра. АПЛОДИСМЕНТЫ Россия-матушка, привет! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте всем! Спасибо огромное, что пришли. Это мой очередной концерт, я его записываю на потеху публики. И я благодарен всем зрителям, кто ходит на мои выступления. Спасибо большое каждому, респект, поклон. Перед тем, как мы начнем, позвольте мне сказать несколько нововведений, которые вообще, в принципе, случаются сейчас со всеми комиками, которые выступают на сцене перед большой аудиторией. Сейчас во всех городах, где я везде проехался, значит, мы подписываем специальный документ, и там мы обязуемся, ну, например, то есть я больше не имею права нигде материться. Сейчас, но, 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 вы что-нибудь подписывали? А что вы тогда? Да, выдохните, все будет тип-топ. Дальше, это еще не все. Я больше не имею права совершать никаких призывов со сцены. Да. Мои легендарные призывы, помните? Все, больше не будет их. Канули в лето. Не имею права больше, знаете ли, выйти так в центре сцены и сказать, Москва! Призываю вас! Значит так, завтра в 6 часов вечера все на главной площади на красной выходим и подстригаемся! Все, больше нет такого, нельзя. Больше никаких подстригательств. Все, будете лохматые ходить. А, значит, мои концерты уже не просто развлечения, чтобы просто похохотать. Нет. Это еще и образовательная программа. Я искренне хочу, чтобы вы уходили отсюда не просто посмеявшись над гениталиями, но и чуть-чуть умнее. Например, позвольте, я расскажу вам, что значит быть умнее после вступления. Я буду говорить действительно важные факты. Например, вы знаете, что когда человек кашляет, у него расширяется очко. Вы знали? Это медицинский факт. Когда ты кашляешь, очко приоткрывается, такой, о, блядь, опа, опа, кашель на пол, опа, и ты открыт очко. Вот вы и стали умнее. Приятно? Так, что еще? Мы сейчас будем знакомиться с вами, болтать. Это самая любимая моя часть. Вы знаете, что я самый лучший хомик в России и СНГ, кто общается с залом? И я самый, самый, самый сильный. Вы что, вы понимали, насколько, что вы не просто отдали там 700 рублей, хер пойми за что? Сейчас вы... тысячу? Ха-ха-ха! Ну, на тысячу, ладно. Я сейчас вам покажу, как это работает, чтобы вы понимали, что вы пришли реально на мастер-класс, и такого вы нигде не увидите. Давайте. Любое, из зала любое унижение в мой адрес, и вы увидите просто, это просто будет, просто казнь того человека, уничтожение полное. Я не боюсь говорить об этом вслух. Поехали, смотрите, как это работает. Внимание, поехали, унижение меня. Вот, вы, пожалуйста, у меня еще появились. А отчество, как у тебя, чтобы мы совсем хорошо и близко сознакомились? Понимаете, за что 700 рублей? А тысяча? 250 я вам отдам наличкой. В общем, мы сегодня будем болтать. Кто хочет познакомиться? Есть кто? Подивите руку, с кем поболтаем? Ну, как тебя зовут? Паша, скажи, с кем пообщаться. Что мы сейчас это сделаем. Чтобы не думали, что это подстава, и мы с ним договорились. Он такой, кто руку? Я руку. И мы уже весь диалог прописали. Паша, с кем пообщаемся? Говори, покажи мне этого. С любым человеком. Какой ты хитрый. С каким именно? Со Светкой? Как тебя зовут, Светочка? Откуда ты, Свет? С Ивантеевки. Это что такое? Знаю, кто такое, что такое Ивантеевка? О, да у нас здесь... Да у нас здесь просто Иванте... Ну, вы все с Ивантеевки? Как приятно. Такой какой-то подарок, видимо, от администрации, да? Ну, а как удивить их, блядь, 4 пачки гречки или билет им подарить? Вот вам хлеба и зрелищ вам подарили. Слушай, ты с Ивантеевки, красивое место. Расскажи, ты одна живешь? У тебя есть парень? Есть парень? Он не приехал? Он в Ивантеевке остался. А где он? В Балахске. Как его размотало-то вообще. И как, он что, хуйком тыкает через расстояние, что ли, в другой город? Эй, Эй, Ивантеевка, ну-ка, мужик с усами съебнул. Я для любимой стараюсь. И туда долбит, через форточку, да? И ты, оп, схватила хуйком, да, поцеловала. До встречи. А что он не приехал? Он в Балахске, вот это в Ивантеевке. Ну, это хорошо. И как вы так живете на расстоянии? Любовь на расстоянии, да? Встречаемся, мы в Обнинске, блядь. Ну, его здесь нет. Он не знает, что ты здесь? А он знает. Чего он не приехал? Дела? Какие дела? Работа? Какие он работает? Логистом? И он не простроил этот маршрут до этой вечеринки? Это плохо. Итак, мне нужен для помощи, для того, чтобы все у нас хорошо сложилось, человек, который... Девушка, которая одинокая. Есть одинокий дам? Вы одиноки? Ты одинока, но ты сидишь вместе за тысячу. А вон там, в самой залупе, за 30 рублей сидит ровно за мусорным баком одинокое сердце. Где ты? Вот, на балконе. На балконе она. Где-где? А встаньте, пожалуйста. Пожалуйста, встаньте, чтобы мы вас видели. Подойдите сюда. Это действительно важно. Поаплодируйте девушке. Она совершенно одна. Как вас зовут? Полина. Полиночка. Подскажи, пожалуйста, чтобы чуть-чуть поподробнее. Полин, у тебя нету парня, да? И не было? Или вы расстались? Нет. Он был когда-то. Он был когда-то, да? Он был давным-давно. А сколько лет назад? Или месяцев? Или дней? Или часов? Или минут? Или он просто в пробке до сих пор стоит? И вы такая... Махуй его. Что-что? Пару лет назад. То есть два года ты одинока? Да. Полиночка. Ну ничего себе. Итак, у нас есть одинокая Полиночка. Еще мне нужен человек, который сыграет сегодня одну из главных ролей в моем шоу. Я даже заплачу ему тысячу рублей. Тысячу. Ох ты, ёб твою мать, как... Какая активность за косарик. Хорошо, что мы с этого, блядь, Обнинская, блядь, притащили людей. Или как... Косарь, покажи, блядь, мне тут чуть пизду не показали, блядь, понимаешь? Ой, да, соболь, блядь. Тыщу дай. Давай вот, у нас самый первый парень, который хотел, да? Давай тебе дадим. Только ты мне должен... А, ну, ты сначала сделай. В какой-то момент нашей вечеринке я... Как тебя зовут? Паша. Я скажу тебе. Это будет примерно, где будет Полина, там будешь ты. Значит, я тебе скажу. Паша, давай! И ты громко должен будешь крикнуть. Стриппер! Это на изи. Можешь прямо сейчас продемонстрируй? Три-четыре. Стриппер! Отлично, мать честная. Это лучшие актеры Бандеевки. Супер. Пашка, все, скажешь, я заплачу. Но только единственный раз за шоу. Запомни, больше ничего. Я тебе скажу, когда нужно. А я уже сказал. Да. Ты именно сказал. Но это был кастинг. Оплата на кастинге, я тебе забыл сказать, небольшой поцелуй в залубку. Да, потом рассчитаемся, ты не переживай. А когда уже кино будем снимать, там реальные деньги пойдут. Я знаю, я знаю, что ты ходишь только по кастингам. Сегодня будут впервые настоящие деньги. Не из мяса, а настоящие. Как тебя зовут? Кирилл! Посвятите на Кирилла пушкой. О, Кирилл, вот он. Кирилл, встань, пожалуйста, чтобы тебя видели. Итак. Это случайно случилось. Вы знаете, что в кабинете литературы его башка висит, где классики? Вот в этом. Я не знаю, кто он, но, по-моему, они же все умерли с такой волосами, нет? Кирюш, с кем ты пришел? Ты пришел один. Это хорошо. Ты из Москвы? Здесь родился или приехал? Родился в Москве. Это очень хорошо. Ты коренной москвич? Это здорово. В каком поколении, поколении? У тебя все родственники москвичей? Не ебу. Не все. Где-то кто-то у тебя с Красноярска, потому что я бы так же ответил. Хорошо. То есть ты с Москвы, с какого района? Вообще Зеленоград. И ты хочешь сказать? Я не знаю, есть кто-то, кто поближе, типа там Торонто или что-нибудь типа того? Так, Зеленоград это Москва, часть Москвы? Нет. Нет? Нет? Или да? А, уже да, вас присоединили. Супер. С кем живешь? Семья, большая, мама, папа, сестры, братья? Ты живешь только с мамой. Девушка есть? Девушки нет, была? Не, я тебя видел, поэтому я и спрашиваю. Ну типа, блядь, понимаешь, любая, блядь, захочет с тобой общаться. Сто процентов у тебя есть Фен Дайсон. Что нет-то? Абсолютно каждая увидит тебя такой, я хочу с ним быть. И если уж не трахаться, то волосы будем сушить вместе. Да, девушки у тебя нет. Была? Ты невинен или ты уже гулял? Много было женщин у тебя? Сколько? Две-три. В таком... Когда у тебя такой опыт сбиться очень сложно. Если бы ты сказал «одна-две», это бы было вообще ужасно. Одна-две, я не знаю. Ноль-одна, вот так вот, знаешь. Или было, блядь, точно трахались, или вообще не было. А вот где-то там. Супер! А расстались в последний раз давно? Я почему спрашиваю? Сегодня весь концерт посвящен детям. Сегодня все про семью. Мы сегодня будем вместе с вами смеяться именно об этом. Поэтому я и спрашиваю. Прямо сейчас Кирюха рассказывает нам именно об этом. У него еще точно нет детей. Большинство его детей умирают, лишь увидя полотенца, значит, немножко раковины. И потом у них начинается вот такая вот тема. И они идут вниз к стене, цепляются за других его бывших детей, которые там с четверга. Они держат его за руку и говорят «брат, держись! Держи, есть шанс! Если кто-то смоет в раковину вагину, мы зацепимся, и будут дети!» Ты знаешь, что? Тебе нужно пригласить, потому что девчонки, они же тоже моются. И вся эта жидкость, она идет в ту же раковину, что и ты. Все моются, девчонки? В раковине, да? Мало кто, лишь гимнастки, которые могут подпрыгнуть. Так, Кирюш, значит, девушки не было? Давно нет девушки? Давно нет девушки? Вау. Хотел бы себе девушку? Почему нет? Тебе не понравились девушки? Ты не хочешь девушку? А если будет красивая, с красивыми грудями, высокая, пышная, умная, богатая, высокая? Не в этом дело. Хорошо, маленькая, нищая, горбатая, без сисек, с одной жопой. Тоже не в этом дело. А в чем дело? Он хочет лошага! В тебе? Девчонки, посмотрите на Кирюху. Ну, он же нормальный парень. Не, давайте для съемки поаплодируем, чтобы... Ладно, Кирюх, поверь мне. Это на самом деле все стереотипы. Я тоже об этом буду сегодня рассказывать. Ты нормальный парень, я желаю, чтобы у тебя была, ну, минимум еще одна женщина перед смертью. И зато очень красивая. Значит, что за концерт сегодня будет здесь? Я извиняюсь сразу, если мы говорили о каких-то пошлостях. Я действительно хочу, чтобы наш юмор сегодня был, и концерт вам понравился. Потому что он семейный, очень добрый, много про детей. Потому что у меня Наташка, она у меня беременна. Сейчас у меня, сейчас двое детей. А будет, соответственно, трое. И ровно по этой причине концерт называется «Егор Третий». «Третий». Ты думал, в честь твоего подбородка? Нет. Третий, потому что, ну, третий ребенок. И... Спасибо большое. И, в общем, в чем прикол-то? В том, что дети — это вообще прекрасно. А третий ребенок сейчас — это вдвойне праздник. Потому что три ребенка — это отсрочка. Но, если честно, за третьего вроде не дают еще о срочках. Я в это верю, что дадут. Но за третьего ребенка, зато, вы знаете, дают билет в театр. Да. Вы знаете, с таким пафосом дают. Мне просто интересно, а вот этот билет в театр, он работает как отсрочка или нет? Ну, типа, приезжает автобус. Такой, ну, куда-куда поехали, ёпта? У меня в апреле Пиноккио. Вы о чем, ё-моё? Пятый ряд, шестое место. Ну, глянь. Будем смотреть, как врет деревянный мальчик. Ну, вы чего? Просто мне очень интересно, как вообще догадались многодетным матерям с тремя детьми дарить билет в театр? Я думаю, знаете, как это было? Вы же знаете, что за нами подслушивают спецслужбы? Все, что мы делаем дома, там, через умные колонки. Да. Да, через ватсап. И еще, я понял, через раковину. Знаете? Да. Знаете, иногда в раковине звук такой... Это внизу, там, на дне депутат пьет виски. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Рядом проститутки. Понятно, почему. Потому что, знаете, иногда волосы в раковине такие, это не ваши, это шлюши. Они сверху по трубе поднимаются, это шлюши-клоки просто. И вот они там бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля, пьют, работают. А вы бегаете с тремя детьми по квартире. Коля, нам нужен хороший педиатр. А они там, бля, через дырку слышат. Слышишь, им нужен хороший театр. Театр, она сказала. ну иначе как я не понимаю они придумали театр дарить я думаю что многодетным матерям правительство должно дарить филиппинскую няню согласитесь и матери легче и отцу нет нет хэппи-энд перепадет и тут это всем хорошо понимаете мы кстати наташка была беременна долго и мы не определяли специально пол не хотели потому что ну типа думали сюрприз будет какой-то там знаете сами для себя потому что однажды лишь у нас был такой случай мы шли с ней мимо помойки такая была с животиком и мы так идем и кто-то на помойке разлил краску синюю такую прям такой и sony я говорю sony давай снимай на камеру мы сейчас запишем небольшой ролик и мы такие возле помойки с наташкой мы вот с наташенькой сегодня здесь сделали такую легкую гендер пати и и вот кто у нас кто и камера такая раз на синюю краску и синяя краска мы такие у нас будет мальчик я выложил это в инстаграм это видео и люди поверили они начали писать соболь поздравляем красавчик вообще пацан это супер и мне интересно вы чё реально поверили что ли что мы на помойке на помойке и сделали эту гендер вечеринку или чё ну да я ходил как бы давай поженимся однажды но это не значит что эти всю жизнь должен на помойке тусоваться и кто-то написал комментарии соболь а вот это в твоём стиле и наташка я что-то не поняла какой у тебя стиль я говорю давай разберемся смотри нагиев он брутал да ургант такой остроумец дюжев он такой не сумасшедший а соболь помоечник все складывается мы живем на помойке видимо они думают мальчики ходим о кабачок ёб твою мать я на пп на помоечном питании помойка обожаю опа чё у нас тут ёб твою мать наташа давай поджигай покрышку прям в покрышку рожаю помойка просто мне кажется что вот узи делать это же так ненадежные данные не факт что будет то что покажет на узи у меня у знакомого чувака он очень хотел девочку и узи показала девочку он так обрадовался просто невероятно он сразу имя придумал виолетта виолетта он сделал себе ремонт сразу в квартире все покрасил в розовую везде написал виолетта пододеяльник сделал вышел виолетта подушка виолеточка взял такой огромный шар просто написал виолетта добро пожаловать в семью и пришел так с этим шаром забирать ребенка рожается там мальчик просто он так расстроился просто взял этого пацана в этом розовом конверте виолетт вот так вот донес до дома и он дошел до того что он такой узи ты обманула меня а может быть тогда у меня и простатита нету и получается что доктор каждую субботу мне в очко сапоги просто так сует а в другой семье наоборот там показала узи что будет мальчик а родилась девочка возможно вы кстати даже знаете эту семью семья саши долгополова наташка подошла ко мне и говорит слушай давай сделаем гендер-пати узнаем кто у нас будет я буду спокойно там уже дожидаться родов я так и благодарен что она сказала именно это потому что ну женщина когда она беременна у нее скачут гормоны она ко мне могла подойти и сказать слушай ты можешь мне купить лом я его заточу и сброшу с балкона в инкассаторскую машину она остановится мы выбежем деньги заберем и поедем в суздаль и отремонтируем все монастыри в итоге сделали гендер-пати я отдал 100 тысяч рублей на гендер-пати это кстати ну деньги не маленькие за такую крутую штуку как я получается знал кто но я не посмотрел я отдал им и они за 100 тысяч мне сказали то что я знал с другой стороны оригинально они это все сделали они сделали такой шарик и они такие пум он такой тю это такие лепестки какие-то синие тю 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 штук 100 примерно примерно я так посчитал хотя за тысячу каждый такой сухой хлопок такой сомнительные на самом деле гендер-пати мероприятия я бы даже сказал хуйня собачья Ну, реально, я так хотел, ну, чтобы у меня мальчишка был, что если бы просто доктор вышел вот так вот, на снег вот так вот. Сын. Я бы сказал, Ангелина Сергеевна, спасибо огромное! Мальчишка. Мальчишка, в итоге мальчишка будет. Но я, знаете что, я бы на самом деле никак не меньше бы радовался, если бы была девочка. Потому что у меня сейчас две девчонки, была бы третья. И еще Наташка у меня четвертая. И еще я в этой компании, получается, пятый мужчина. И мы бы, вот наша семья, это была бы как Виагра и Меладзе. Я все рассчитал. Молоденькие у меня будут петь, гастролировать везде. А вот из самого первого состава, самое старое, мы будем трахаться. Во. Меладзе и Виагра. А что пацан, это хорошо, потому что парень, это продолжение моей фамилии. У меня фамилия красивая. Соболев. И хотелось бы, чтобы она и дальше шла. Потому что, если девчонки, они же, когда выходят замуж, они фамилию, ну, берут мужа. И нашу бы выбросили. А судя по тому, что любят мои девчонки, и Соня, и Ева, они обе выйдут замуж за Влада Бумагу. И, получается, возьмут его фамилию. И будет Соня и Ева говноедовы. С другой стороны, если выйдут за него, удобно. Потому что выходит у него ролик. 24 часа прячусь в доме старого клоуна. Ты такой, о, зятёк приехал где-то. Просто жалко было потерять фамилию Соболев. У меня просто вот есть знакомый. У него фамилия Жигулькин. У него три сына. Я думаю, нахуя столько Жигулькина? Мы что, в Яралаше живём или что? При этом мы ещё, кстати, ну, у нас уже вот всё на подходит. Но мы имя ещё не придумали. Мы думаем, какое имя. Вы подскажите, какое можно дать имя сыну? Теодор? Ну, ты дала сразу. Давай, давай, блин, немножечко с дна начнём. Владимир? Хорошо. Ну, я или плохо, я не знаю. Как вы относитесь к Преснякову, а? Что, какое имя дать? Не стесняйте. Рома? Рома, Роман, Роман, Соболь. Ну, как-то слишком романтично, пусло, безъяично как-то. Да. Что-что? Антон, Антон, Антон. Антон Ильич. Да, красиво звучит Антон Ильич. Антон Ильич. Как-то это грамотно. Даже в школу не надо доходить. До пятого класса уже знает программу этот ебандей. Что ещё? Николай! Николай! Надо Наташка, чтобы сразу в кирпичную стену рожала. Ещё имена, не стесняйтесь. Ефим! Дебил? Ефим? Ефим! Сам фэл. Ефим это как-то по-ебандейски. Нет вообще такого? Это ж Ефимка, ёп твою мать, этот дебил, блядь, который босиком бегает до ноября, блядь. Ефим! Ты обоссал все газоны! Ефим! Соболев, Ефимка ходит там. Всех кошек выебал у нас. Эй! Ну, пошёл сюда. Котята рождаются, блядь, с тупорылым ебальником. Знаем от кого? Ефимка. Леонид! Ефим, Леонид, Леонид, это что-то уже взрослое. Много. Ярослав. Ярик? Ярик это типа Ефим, такой же дурачок, блядь. Ярик! Ефимка! Хватит нюхать клей, задолбали. Жуёте это ёбаное перекрытие между плит в домах. Холодно уже. В квартирах. Знаете, такие дети во дворах, у которых хозяйство чёрное от гудрона. Ярик, ёпта. Леонардо! Леонардо? Что, ты предлагаешь, чтобы он жил у меня в канализации или что? Типа я крыса или что? Чему ты, на что ты намекаешь? Ромка. Елисей. Елисей. Короче, мы не определились сейчас с именем, но, знаете, мы с чем уже точно определились? Рожать мы будем в России. Да. Если случайно на каникулы не уедем в США. Какой-нибудь ебаньяй. Ну, нет. Бывают случаи такие. Уезжают случайно. Я ещё реально охренел. Открывай глаза. В США рожаем. На самом деле, когда вот люди уезжают, там, рожать в США, там, куда-то сейчас, в Аргентину, там, и так далее. Для чего это происходит? Для того, чтобы, ну, родители дать максимум хотят хорошего, там, своим детям. Ну, и смысл в том, что мы все пытаемся сделать для своих детей, по мере возможностей каждого, максимум, чтобы жизнь у наших детей была, ну, такая, максимально комфортная. И мы недавно отдали, ну, как недавно, 1 сентября Еву нашу мы отдали в платную школу. И прошло буквально 2 недели после того, как она отучилась, и Ева приходит и говорит, папа, а что такое пизда? Я говорю, вот сволочи. Я плачу им 120 тысяч в месяц, а они не могут объяснить такую элементарную вещь. И это 100% это слово, оно услышало там, в школе, то есть не дома, дома мы так не общаемся. Я не говорю утром, эй, пизда, что на завтрак? И Наташка мне со спальни, пиздуй, посмотри! Нет, там, в школе, я думаю, она же столько много слов не знает. Почему она именно это слово притащила в дом и спрашивает про него? Она шла мимо слов, которые не знают, такая, что это? Электрофорез. Нет. Бетон. Потом узнаем. Папа, а что, что это такое? Потому что, если не знать, что означает слово, не знаю, звучит оно офигенно, чисто фонетически, как зорница, да? Звонко! И очень круто! Как Москва! Почти так же! Попробуйте, скажи вот. Пизда, как красиво! Давайте все вместе. Три-четыре! Пизда! Вау! Еще раз! Пизда! Еще раз! Пизда! Да! Как будто зовем Волочкову на бис. Выходи. Давай, выходи. Люди ждут. Хватит сидеть в бочке там. Она не сузится. Парни, парь. Давай. Походи. Вытаскивай шишку и вперед. Это ужасно, конечно. Ну, я понимаю, что может быть как бы это платная школа, может у них какой-то специальный урок есть, типа дети. А сейчас кое-что из бесплатной школы. Вот такое вот есть у них там. При этом, ну, я уверен, что это, ну, дети и научили ее этой гадости. То есть это вряд ли учительница, понимаете? Которая такая, типа, эй, первоклашки! Видишь? Где здесь? Бля. Какая собака? Какая собака? Это не уши. Какие уши? Нос мокрый, но это не собака. Да не укусит, не укусит. Сидоров, иди сюда. Руку сделай вот так. Вот так сделай руки. Сделай, сделай, сделай. Смотри. Глянь, глянь, одно лицо. Но это не лицо. А что это такое? Это то, что у вас будет дома, если не сдадите таблицу умножения на 6. 6 и 6. 32. Преподаватели. Я ей говорю, девочка, это такое слово, которое как бы означает, его нужно говорить, когда вот все плохо. А что бы я ей сказал еще? Она такая, поняла. Я реально поняла. А потом вот все случилось. Я думаю, вот эти мелкие засранцы. Научили мы маленького ангела ерунде какой-то и испортили. Проходит буквально несколько дней. Нам приходит сообщение из школы. Ева, написано, сломала раковину. Я говорю, Ева, ты что, раковину сломала, что ли? Она говорит, нет. Меня там даже не было, папа. А проблема в том, что там есть камеры, и там все, камеры засняли. И там видно, как Ева заходит в этот туалет, идет вот так вот четко к этой раковине. Вот так вот бежит. Вот так прячется вот так вот к стене. Вот так вот стоит. А камера вот ровно вот здесь вот у нее. Вот здесь вот. Музыка лица, блядь. Вот так вот. И я ей показываю это видео, говорю, Ева, говорю, у меня есть видео, ты раковину оборвала. Она такая смотрит, такая, ну, видимо, я. Говорит, это очень плохо. Я говорю, да. Она такая, пизд. Удивительно, что мы же, ну, детей наших, мы же очень сильно любим. А у кого девочки, вот сейчас отцы меня поймут, нам хочется с ними дружить, нам хочется с ними так общаться, знаете, типа, как вот, ну, нормально. Ну, вот у меня, например, очень иногда сложно выходит общение, потому что, в отличие от Наташки, я по-уродски просто иногда с ними общаюсь. Например, был случай, надо было, значит, Еве надеть штаны в школу. И вот у меня так лежат штаны. Наташка говорит, одевай эти штаны. И тут Ева говорит ей, я, знаете, когда вдруг, я не буду надевать эти штаны. Такая, я думаю, ёплую мать, блядь, директор штанов, блядь, у нас здесь. Я не буду, он что орёт прямо, надевать эти штаны. Ну, если мне такое, да, она обгорала бы. Ну, что бы я сказал, я такой, ладно, пиздуй голо. И всё, чтобы она мне не говорила, я бы так же отвечал. Говорит, я не пойду в школу. Говорит, да к ней иди, ёпта. Я не буду, это есть. Так не ешь, блядь. Будешь маленькая, голодная, тупая, блядь. Как я. Но Наташка, она так грамотно с Евой разговаривает. И я понимаю, она её обманывает, а та понятия не имеет, что это происходит с ней. Как это было? Лежат штаны, Ева говорит, я не буду это делать. И Наташка такая, окей. А это? И даёт ей точно такие же штаны. Один в один штаны. И Ева такая смотрит на вторые штаны. И такая, а это буду. Одевает. Я даже знаю, что у неё в башке. Она такая, как я эту старуху вокруг пальца обвела. Мне не надо здесь указывать. Я сама выбираю, что я делаю. Потому что я в этой семье, вля, и главная. И пошла в свою школу. И я, когда вижу, как Наташка грамотно её обманывает, а та понятия не имеет, что происходит обман, я Наташкой восхищаюсь. А потом такой думаю, так. А я в этой семье вообще принимаю какие-то решения сам. Просто у меня был случай, я помню. Она говорит, будешь курицу? Я помню её такой. Я не буду курицу! И она такая, окей. А бёдрышки? Я говорю, а бёдрышки буду! И помню, ем эти бёдрышки. И такой, вот как я эту старуху вокруг пальца обвела. Потому что я главный в этой семье. Не надо мне тут указывать, что делать, а что не делать. Это мой личный выбор. Ага. Вот я ей говорю, ага. Я точно так же думаю, это просто капец какой-то. О, ты беременна? Ты писать? Не-не, иди-иди-иди-иди, идите пописать. Нет-нет-нет, идите пописать. Нет-нет-нет, идите писать. Вы чё? Мы беременны. Родит ещё здесь, пиздуй. Нет, потом будем, аж съёмки идут. Беременны. Пусть пописает и возвращается. А? Попьём. Если воду, попьём, ты не переживай. Блин, давайте ей поаплодируем. Я просто, ну, мне страшно. Я когда вижу беременных, у меня просто Наташка, она же у меня беременна. Я такой, не-не-не, давай-давай, иди-иди-иди. Это всегда вообще сейчас начнала бы ещё там пукать незаметно. Это самое опасное. Так, про что я рассказывал? Про... А, про то, что я думал, что я главный вообще в нашей семье. Я просто уверен, что у меня Наташка тоже меня вместо какой-то другой курицы подсунула с себя. По точно такому же принципу. И я уверен, почему так происходит. Потому что женщина — это единственные вообще существа на планете, которые могут манипулировать мужиками. Знаете, единственный пример. Вот, например, этот оргазм. Вы умеете же симулировать оргазм. Это не просто так. Это просто так мужика притягивает к себе. Просто, знаешь, когда, типа, я просто задел её резинки трусов, блядь. А она уже... Я в шоке. Я просто мужик. Ёпта, она моя малышка. Или когда... Да я просто взглянула так под юбку. Вау! Она такая... Вот, пацаны, кто я. Понял, Колян? Я мужик. Потому что мужики же так не умеют делать, симулировать. Мы не можем взять майонез на лоб так... Я всё. Чтоб привлечь внимание, что нам понравилось. Это, конечно. Сто процентов. А вы умеете же... Умеют девчонки делать, симулировать оргазм? Нет. Да. Нет. Дайте этой крикуни возможность высказаться. Умеет, да, девушки делать оргазм? Процентом симулировать. Пожалуйста. Можешь мне вот звук вот изобразить вот этой вот симуляцией? Потому что все стесняются. Тебя поддержат, девчонки. Сейчас, сейчас. Девушка, а можете показать нам звук оргазма? Здесь, потому что... Все по-разному. Я и прошу от одного человека. Я не хочу сделать полифонию. От каждого, чтобы засвистело, понимаешь? Я хочу одну. Одну, но одну. И так? Какой-то барабашка, блядь, живет здесь. Это вообще, это какое существо? Это вообще какая-то дрессированная лама там стоит. Шерсть отрыгнула. Думаешь, все, можно что ли? Нет. Дайте, девчонки, красивого оргазма. Звук. Во! Я понял. Ну, тебе коротко, но громко, да? Чтобы он испугался. А! 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 Я думаю, кого в лесу ебут, когда я захожу. А! А! На пеньке сидит там с этими, с бом, с этими, с гномиками. Хорошо, здесь интересно. А там была версия более нежная. Давай, дадим ей. Прошусь, пожалуйста, оргазм. Еще. Еще. Не останавливайся. Я просто показал на нее пальцем, она уже кончила. Вот какой я крутой! Вот в этом весь этот, весь прикол. Все нормально? Вы не рожаете еще? Все. Давайте ей поаплодируем. Я рад, что вы, что вам, я очень хочу, чтобы вы досидели до конца. Какой у вас срок, кстати? 37 недель? И вы пришли на вечеринку в 37 недель? А если мы будем неделю здесь выступать? Я постараюсь побыстрее сделать нашу, нашу шоу. 37 недель, офигеть. А где у нас, кто у нас, кстати, была одинаковая? Полечка, Полиночка. Можешь сделать вот этот вот оргазм? Да ты народница, правильно я понимаю? Это просто удивительно. Вы слышали, парни? Ты слышал такое? Хоть раз. Да ты-то откуда? Из хуйка звук выдавливал. Ты все или не все? Кирилл! Ты слышал? Чего они могут? Так, всем девчонкам, я вообще респектую за это. Вы сделали так, чтобы мужчина целиком и полностью был под вашей властью. И вы можете себе это позволить. И оргазм это один из крючков. Но для чего вы это делаете? Чтобы появились дети. Чтобы у вас появились дети, прекрасные детки. И у вас появилась семья. Я очень люблю своих детей и своих девчонок обожаю вообще. Помню, мы едем с моими девчонками на машине. Не с теми, с кем я работал в Красноярске, а с другими. И мы едем на машине, сзади сидит Соня, Ева сзади сидит. И я еду, и Соня у меня спрашивает. Он говорит, папа, а почему ты больше не растешь? И Ева сразу едет такая, говорит, да он же у нас карлик. Реально? И я такой, чего? Чего? Я причем такой вот так вот прям на кресло стою, на котором я. Чего? Так по креслу хожу, говорю, вы охренели, малявки. И руль беру такой, сейчас мы завернем вправо и пообщаемся. Тормозим. Охренели, блядь. Какой карлик? Карлик. Как будто я специально выбрал быть карликом. Типа был выбор в самом начале моей жизни. Будешь карликом? Я такой, а буду-ка я карликом в этой жизни. Будут, ну, из пушки стрелять. Или в политику пойду. Вот, перспектива. Поэтому я остановился, говорю, девчонки, говорю, я им начал объяснять. Я говорю, я, говорю, не просто так, да, я шпендик небольшого роста. Но мне это досталось, это шпендиковство от бати. Батя у меня такой же шпендик. Вот настолько выше, вот, на бородавку. Вот такой вот. Но я видел родственников моего бати. И родственники выше, чем мой бати. И я понял прикол. Когда-то давно Соболевы были огромные монстры. Мы гигантские трехметровые големы ходили по планете. О-о-о. Приходили сюда к вам в Москву. Такие, налетом. О-о-о. Вкуснятинка приехала. Ваша родственники. Ой, вкусная качеля. Наконец-то. Ели ее, обгладывали, блять. Хватайся за вену. Лучше будет держаться. Балдели. Вкуснятину их употребляли. А однажды. Однажды. Давным-давно мой предок связался с бабенкой чуть-чуть пониже, чем он. И вот эта вот лесенка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Дошпендиковалась до меня. По идее, я бы мог расшпендиковаться вверх. Один раз бы переспал с жирафом из зоопарка. И все. И дал бы потенциал туда. Но я взял себе Наташку. Она примерно моего роста. И походу у нас все пошло уже вниз. Соня вот такого роста, мне кажется, уже не вырастет. Ева вот такая свяжется с шпендиком с каким-нибудь. И пиздец. Через пять поколений Соболевы будут вот такие вот. Как башмак. Будем бегать по земле. А ваши предки будут ходить такие. А ну, Соболевы, пошли нахер отсюда. Сожрали всю еду у наших кошек. Срете на ковер своими точками. Поскручивали все колпачки у машины, блять. Ходите. Шапка, шапка. Какая шапка, блять? Не бывает шапок Лексус. Убил одного. Но я, если честно, не парюсь по поводу роста. Когда стою один В домике для Барби И укрываюсь крылом спящей ласточки Прячусь от этого долбаного извращенца крота Слепошары, жадный ублюдок Хочет полапать меня за жопу Предлагает всего одну фасолинку Мразь Жаба это еще с сыном, с этим ублюдком Поели, можно и поспать, поспали, блять Иди ты нахуй, блять Чучело, блять Нарисованные мрази, реально мрази Единственное там нормальное Это жук Мы с ним говно скатываем в шарики Кстати, это табуретка нормального размера Вы знаете? Я не парюсь Я расскажу вам, как Наташка мне сообщила о том, что она беременна Я приезжаю на поезде в Питер И она ждет меня на перроне Я выхожу такой из вагона И смотрю, Наташка стоит То есть мы не договаривались Она просто такая стоит, такая Привет! Я охренел Я такой, привет, ты чего? А она выглядит по-другому Знаете, когда вот женщина готовится к встрече Она такая помытая Знаете, вот это вот Она реально помылась Видно, что помылась Вот прямо сейчас Я такой, привет Она такая, привет Она ко мне еще подходит От нее такой, привет Непонятно, что ей надо, понимаете С таким напором Добавь ко мне, блять, 40 рублей на пуховик Вот такой вот Я говорю, что ты начинаешь? Ты че, ты че бычишь? И она такая И раз телефон достает И начинает меня снимать Я такой, чего? Это еще что-то прикол И тут вдруг какой-то чувак Из толпы такой выбегает Соболь, здорово! И у него такая картина здесь Я хочу тебе картину подарить На! А там написано Поздравляю Ты станешь папой в третий раз Я такой смотрю на Наташку, на него Я сначала не поверил, скажу честно Потому что за 12 лет наших отношений Мы третий раз так и не потрахались Я это секу Я смотрю на нее На него И такой, понимаю Она просто взяла Все организовала И сделала этот сюрприз мне И мне было так приятно Потому что до этого Первые вот два раза Когда она была беременна Мы узнавали об этом Очень странно Первый раз с Соней Мы узнали так Мы были в Амстердаме Гуляем мы с Наташкой по Амстердаму И я смотрю так И такое здание И написано Секс-театр Я такой думаю А че там интересно такое И думаю Там наверное вот так вот Выходит такая актриса Она во главный зал такая Постановка Антон Павлович Чехов Три сестры Отец умер ровно год назад Как раз в этот день Пятого мая В твой день рождения Ирина Валил снег Ну и так далее По тексту Дальше по тексту Но Все оказалось Немножко по-другому Мы зашли В какое-то Всратое вообще место Маленькое Совершенно Некрасивое Ублюдское И на сцене Сосутся Очень некрасивые люди Просто Как будто ты попал на стрим Коллегу-монголу Знаешь Типа Просто Хламидии валятся Просто из пасти И они вот начинают Потом они начинают Дрюкаться Просто чуть ли не С каким-то скрипом Знаешь И мы такие Сели вот так вот Мы садимся в первый ряд Это просто здесь Брызжет вот так вот Мимо возле нас А рядом Только китайцы Прикиньте Ни одного просто нет Европейского лица Одни китайцы Но не обычные китайцы Потому что китайцы Они же как правило Вот такие вот А эти вот такие вот Китайцы И они вот смотрят И мы на это все смотрим И так странно Все липкое какое-то И тут Наташка такая Мне говорит Слушай Я что-то странно Себе чувствую Я сейчас схожу в туалет И она такая Мимо этих китайцев идет И говорит Что-то у них острое что-то в руках Ножи что ли Я говорю Это не ножи Не трогай это вообще Потом руки помой И ноги помой вообще И она такая возвращается Ко мне Такое лицо у нее странное Она говорит Слушай Знаешь вообще Уйти что ли С этой вкуснятина Или что У этого еще ноги Не отстегнулись Они вон на ремешках Ты прикалываешься что ли Давай досидим Вход как-никак евро Ну и все Они там одну бабку Страхали в ноль И мы Где-то через Три часа Мы вышли из этого секс-театра И что-то есть так захотелось И мы такие Давай что-нибудь возьмем поесть Я захожу в их местное кафе И говорю Можно у меня пиццу с грибами Они говорят Конечно И они мне дают главное А пиццу не дают А грибы дают Я такой Ну ладно Наверное внутри И все И я Дохожусь Эта штука До гостиницы И ложимся спать И я перед встом Такой Наташка Ты будешь вообще Она такая Ты чего Вдруг я беременна Я водочки бахну И все Ну и ложится спать Десять часов вечера И она лежит здесь Такая лежит Миленькая так Спит так Думаю заснула Моя сладенькая И тут я съедаю Эти грибы Проходит Тридцать минут Наверное Я такой думаю Блин Что-то надо делать Думаю Почитаю книжку Я так открываю Книжку Смотрю так на нее И не читается Ничего А вот Вдруг Буква О Они же все Такие Одинаковые А у нее глаза Такие Пук Привет Я говорю Привет Ты кто? Я Буква О Первая буква В слове Убелбался Я книгу Закрываю Смотрю И страница Такая выглядывает Штука Я говорю Ты кто? Я Закладка И так все Громко Я думаю Надо Наташку Не разбудить Думаю Как ты Одеял Он так хотел Себя закрыть А оно Как из камня Думаю Надо лечь спать Надо выспаться Я так вот Ложусь Вот так вот Ровно На живот А у меня Вот так вот Руки Они как у ящерицы Стали Такие все Какой-то шкур Я такой Я что ящерица Я что ящерица Я смотрю у себя Вот сюда Под трусами А там что-то такое Мягкое и короткое Я думаю Это швост Швост Я ящерица Надо пойти в душ Надо пойти в душ Думаю Так на носочках Тихо Так тихо Думаю Я схожу с ума Чертва Мать Сейчас как закричу Еще Гойда Я хватаю И начинаю его душить Душу его Душу 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 Сука Заскарись Душу 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 И тут Наташка Такая появляется Здесь Такая на меня Смотрит Ты что делаешь И говорит Ты чего плачешь Я кстати Беременна Ты рад Говорю Говорю ей По ящерски Очень рад Безумно рад Это был Это был Просто Такая Дичь С Евой Было Ну по другому Немножко Я про Еву Так я узнал Наташка Сделала Тест Он показал Две полоски Она положила Это в круассан И дала Я съел Половину Я говорю Ты можно Просто бы Меня в шакшуку Пописало бы И все Я бы понял Намек Ну вот Такой Сделала Мне сюрприз На самом деле Когда Наташка Забеременела Она Ну Она Как бы Немножко И поменялась Внешне тоже Кто вот Ну наблюдал За своими Женами Которые Беременуют Она вот Буквально Через месяц Мы так Лежим С ней И она такая Поворачивается Так на меня Смотрит А я смотрю У нее лицо На него так же Свет так вдруг падает Лицо другое стало Красивее Что ли Такое Главное Вот усики Эти вот Те же Знаете Вот эти усики Женские Которые Когда свет Усики есть А нету Света Нет усиков Есть свет Такая Просто чернобурка Вот так Под носом Бам Нет света Нет усиков Днем гуляешь Типа Гуля Видели тебя с Розенбаумом Такой Да нет Нет Это жена Поняли да Усики Женские И она вот такая На меня поворачивается И такая говорит Говорит Знаешь что я подумала Это начало беременности Я говорю Что Она говорит Я поняла Как нам Экономить На бензине Я говорю И как экономить На бензине Нам Она говорит Главное На светофоре Сильно не газовать Сильно не газуй Ей будет Меньше Акселерация Я Блин Говорю Думаю Дай-ка дам ей совет Тоже И вот В общем Короче Никогда В жизни Не давайте Женщине Свой совет Если она Не попросила Дать ей совет Я говорю Нереально Это Это как Гладить Акулу Которая Тебе ест Ноги Я реально Искренне Просто говорю Вот мой совет Чтобы Знаешь как Не стирать Покрышки Как Просто Тоже на светофоре На асфальте Резко не газовать Она такая Лицо меняется Полностью Срава Другое уже Лицо Главное усики Эти те же А лицо другое Она на меня Такая смотрит И такая То есть Ты имеешь Ввиду Что мне Не надо Ездить На твоей Машине Я говорю Нет Нет Я не это Имел Ввиду Нет Именно Это Имел Ввиду Чтобы Я не ездила На машине Я такой Думаю Вау Думаю Ебнулась Бинго У ней Возраст Сейчас примерно Как у Бритни Спирс Думаю Сейчас тоже Без трусов Будет танцевать Под музыку Чисто в соненных топиках Для контента Прикольно будет И просто Что-то слово за слово Мы что-то с ней Начинаем ругаться Ссориться Проходит какое-то время Она уже сидит В этом В госуслугах И оформляет развод Я говорю Я тебе Развод Не дам Она говорит Не проблема И наживает Там есть галочка такая Развод Без согласия Супруга Вы знали Что там такое Есть Я охренел Я говорю Что там у них Еще есть А у них нет Там развод Когда муж Тебя просто В душе моется Думает Как бы Ипотеку закрыть А я сижу Такая на диване Мне вообще Нехуй делать В два клика Ну и что-то Вот так Слово за слово И она начинает Плакать Плакать Просто ревет Слезы Я понимаю Почему Она была Буквально В двух секундах От нажатия на кнопки Жить всю жизнь С голой жопой В лесу С бобрами Но когда я увидел Ее слезы Это было ужасно Потому что Я подумал Да будь я хоть Сто раз прав Но какой в этом Долг Если твоя женщина Плачет Стетхам Или вот еще Все сокровища Не стоят и слезинки Женщины Башаров Или вот еще Женщин нельзя бить Киркоров Кто такие женщины вообще Я их первый раз слышу Басков Да Вовремя Мы Зал Говорили час назад Хорошо что ты пизданул Это сейчас Давай еще Имя сыну выберем С тобой Отдельно Короче у Наташки Когда она забеременела Настроение стало Прыгать как давление В ноге у подружки Панина И Потом я подумал Так она у меня такая Немножко всегда была И без беременности Вспыльчивая Я помню что там Мы с Неговим говорим Она такая берет вилку Такая со стола Такая Я тебе сейчас Эту вилку в ногу воткну И на меня реально идет Я просто охренел Мы просто обсуждали Почему люди Последнее время Стали так нетерпимы Друг к другу Я такой Она идет на меня Вот так с вилкой Я такой понимаю Лучшая защита Нападение Я такой Раз 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 Хватаю просто Первое что там У меня на столе У меня так в руке 15 тысяч рублей Я такой Ну давай 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 Я такой Раз к тебе блять Прям в карман Втыкаю эти деньги Она такая Ааа Вилка падает Ааа Ты убил меня Своей Своей Щедростью Я думаю Надо добить Беру еще Тыщу Так вот Ей раз Еще раз Такое сделаешь Я тебя на Мальдивы Сложу Потому что Ты устала Наверное Девочка Моя И эту Деньжищу Ааа Ей еще раз В карман Она Ааа В ту же дырку Я думал Что только у меня Женщина С ебанцой Ты знаешь Ты с ебанцой? Ты не с ебанцой А че ты В куртке сидишь? Ну я рассказал эту историю Кстати Про эту вилку Друзья И у меня Ну знакомый мужик Он говорит Меня на жену Показывает Она меня тоже Чуть не убила Блин И жена рассказывает Говорит Я нож ему Воткнула просто В грудак Говорит Вот столько До сердца не хватило Потому что Он у меня жирный И я понял Почему мужики В браке Набирают вес Понимаете? И не точат ножи Мы хотим жить Это наш естественный Бронежилет А знаете Животы иногда Мужики такие Отращивают Значит до брака Нет живота Потом Потому что Иногда жены говорят Будешь ходить налево Хоть узнаю Я тебе яйца отрежу Ты попробуй Малышка Ты эту Жидкую тварь Сначала подними Вот так вот Как капот у шестерки Блять Тяжелая Вонючая Поднимая Во-первых Хуек увидела О давно не виделись Добрый вечер И вторую Одной рукой держишь Второй Отпускаешь Тянешься за ножницами А эта штука Разумная Она вот так Как монтажная пена Заполняет Все Пустоты Вот здесь Это наша защита Мы хотим Жить При этом Жить с вами Максимально Долго Понимаете Так или иначе Мы говорим Сегодня только про детей И У кого есть дети Много у кого есть детей О У вас есть детки Это круто Ну немного Кстати людей У кого есть дети Правда Сними свитер Реально Я не знаю Что тебе сказали На входе Оденьтесь Потеплее Пиздец Он привез в югу Он будет два часа Показывать сугробы Оденьтесь Первый ряд Просто простынете Сидя Я смотрю Думаю Откуда здесь озеро А у нее вон По колготкам Блядь 38D Надела Блядь Сидит Уууу Естественное прение Держись Держись Давай подуй На писю На писю У кого Один ребенок Поаплодируйте Один ребенок Поаплодируйте О Немного Только пожалуйста Аплодируйте Если я прошу У кого Двое деток Есть такие О Немного Не стесняйтесь Прошу вас У кого Трое детей Поаплодируйте Уже много Не бойтесь этого Это достойно Аплодисментов Хотя вы сами себе У кого Четверо детей Поаплодируйте вон она где-то там бедная она 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 очнулась я все высосано я высосано я не могу резко реагировать на вопрос я не могу соболь прости меня я не могу у кого четверо четверо это не просто без шоу сегодня будет вечеринка не подняться не могу не могу ну много кстати детей здесь четверо трое двое один вы знаете что есть люди такие у которых есть возможность завести детей но они не заводят детей называть воспитатели и не только кстати кстати сейчас об этом поговорим называется знаешь как child 3 вы знаете да можно как-то поактивнее если знаете что-то дайте знать давайте еще люди не поймут реально зрители такие ну почему кто-то один знает все ну знаете знаете короче есть такие child free и это удивительные просто люди особенно это женщины которые вместо детей заводит себе собаку знаете такие такие вот такая гладит ее это мой сыночек такой это собака ёпта собака не это мой сынулька это пёс задок псина нет это сынулька мой и на ее гладит она и так прям в рот язык он лижет мне рот да нет он лижет себе очко себе очко другой собаке очко иногда саху на столбе может полизать и когда он тебе лижет здесь он не лижет твой рот он не знает что это рот он не изучал анатомию он думает что это тоже такое необычное очко просто без загибания просто раз очко само пришло к его губам очко летающие пожалуйста я не понимаю вообще таких идут бонутая что ли ли чё какой сынулька не мы когда не бывает чтобы мать искала себе своему сыну невесту на авито но это никогда мать не отрежет сыну яйца чтобы он не думал о внуках сынулька нет и знаете как правило кто эти женщины кто child free это ну очень близко это карьеристки карьеристки которые все на карьере знаете не смысле что хуярит известь нет они здесь были сидят у них 26 проектов но 28 отменилась из-за ситуации карьеристки которые вместо того чтобы определять детей там думать о детях о будущем они выбирают какой они будут пить латте ёб твою мать они приходят кафе это можно не латте а вам как подписать подпишите для карьеристки кристины на каком молоке на молоке из сосцов успеха у вас есть чтобы быть всегда в статусе в активите силе по большой стакан гигантский я пиздец как устаю карьеристки латы а латы уважаемый карьерист сделает вот так вот вам когда вы придете уставшие домой этот латы выбежит маленькими ножками из своей маленькой комнатки подбежит вам так вот обнимет вас так за ноги так сказать мама как хорошо что ты пришла я так тебя люблю я скучала по тебе моя любимая мама ты скажешь я тоже тебя люблю доченька она как мама правда что когда ты умрешь мне отдадут твой телефон это правда а можешь умереть побыстрее я очень хочу поиграть в тока-бока лата так не сделать максимум что сделать лата уважаемые карьеристки это заставит вас чуть быстрее пока кать ну что посрать лучше чем детей родить объясните мне что выбираем посрать или детей я тебя понял главное покакать как следует а это удовольствие потому что иногда я согласен иногда идет тяжело да эти всякие диеты нпп это мутовая диета можно мне чашечку кофе латы да ебучая мишура выстрелили на 1 января в рот согласен надо лучше покакать и я тебя понимаю да дети а мужики знаете кстати кто из мужиков не хочет иметь детей сказать кто все не на самом деле не все есть статистика те кто мало зарабатывает и у кого нестабильный доход я понял почему потому что с ними никто не хочет трахаться да всрался ты вообще такой если весь твой доход зависит от удачи типа знаете когда если в онлайн казино выпадут три вишни все будет во а если нет то украду матери ковер я тебе умоляю такие никому не нужны для продолжения рода а если ты нормальный чувак такой здорово я валера у меня есть тойота камри дубленка и зарплата да любая женщина в россии вот так вот и и и и и и и это и и и и и и и и ци а и на там в Ну да. На самом деле, здесь есть, кстати, кто, раз уж мы говорим сегодня про семью, и про жен, и про детей, есть парни, кто пришел со своей любимой женой. Поаплодируйте. Ты удивилась, что он хлопает? Почему? Сомневаешься? Ты еще не привыкла, что вы женаты? Хоть ты и сестра. Правильно я понимаю? Хорошо. У меня вопрос ко всем, кто сейчас хлопал, и кто пришел с любимой женой. У меня вопрос для вас. Скажите только честно. Вы спите только со своей женой? Если да, то поаплодируйте. Ну, тут грех не похлопать, Люся. Первый вопрос был хуйня. Вот это... Полностью отражает мою позицию по жизни. Кровь пошла. Ну ничего. Ну это хорошо. Так, где у нас здесь муж, жена, кто? Сколько вместе вы уже? Три с половиной года? Или сколько вы говорили? Три. Сколько у вас? Нас двое. Вас двое. Спасибо, у меня все. Вопрос назывался числа на наше шоу. Мы узнали, что их двое. Сколько вы уже в браке? Три года. Три года. Это прекрасно. Детки есть у вас. Один ребеночек. Один. Прекрасно. Как вас зовут? Самвел. А вашу прекрасную супругу? Женя. Женя. А ты как хотела сказать? Е... Екатерина. О, Женя. Это Жека. Моя любимая любовь. Самвел и Женя. Это очень хорошо. Где познакомились? На рынке. Знаете, мы... Не, Самвел пришел за, значит, за косоворотками и... А Женя продавала. Короче, и... Беременная на месте? Фу, я испугался. Как только она уйдет, дайте знать, хорошо? Значит, у нас плюс один человек, который прошел бесплатно. Сразу хуярим его. Ты не имеешь права, блядь. Давай 700 рублей, мелкий хитреныш. Ладно. Итак, Жень, Самвел, Женечка. Три года вместе, верно? Один ребенок. Можно, Самвел, один у тебя вопрос прошу? Только отвечай на него предельно честно. Если не сложно. Скажи только честно. За эти три года, как ты живешь со своей прекрасной Женечкой? Внимание. Тебе снился секс с другой женщиной? Во сне. В другой реальности, да? Где-то там. Во сне. Ни разу не снился? Ты честно скажи. Ни разу не снился секс с другой женщиной? За три года. А до того, как ты женился на Жене? Тоже не снился. А когда ты засыпаешь, ты вообще кто во сне? Блядь, этот камень, что ли? Никто ни разу не трахал камень. Ни разу не снился секс с другой женщиной? А чужие, другие женщины снялись хоть раз? Другие женщины снились хоть раз? Не жена, не Женя. О, ну да. То есть тебе просто снились женщины, а не ходили вокруг тебя? Одеты или в одежде? Одеты. А голые снились хоть раз? Нет. Только такие в куртке, да? Вы пара? Как тебя зовут? Вань, тебе снился секс с другой женщиной? Конечно. Ну вот, видишь? Человек, в нем ноль ебандяйства. Понимаешь, Санвал? Отсутствует ебандяйство. Часто снится? Ну бывает. Лицо помнишь? Не помнишь. Размазанное. Понимаю. Ну снится. Сколько вместе с супругой? Десять лет уже вместе? И снится. Тебе начнется тоже, значит, снится. Первые три года эти шмары ходят. Давай, да! Если не разведутся, начнем ебаться. А так пока нет. И через года четыре начинается. Ты только засыпаешь, тебе сразу вот так вот пирогом на лицо. Вау! Женя, ты три года со своим рыцарем, который не-не вообще. Тебе хоть раз снился? Давай начнем издалека. Нет. Секс-женщина снился? Давай так. Тебе снился мужик хотя бы в одежде? Снется. Хорошо. Так. Сейчас мы доберемся. Без куртки. Был хоть раз? Был. В туфлях или без? В носках стоял мужичок. О, блядь. Сейчас еще через два вот таких прыжка. Да! Двенадцать человек! Ебемся мы, значит, в метро. Тут заходит Самвел вот так вот. А я ничего не знаю, у меня ничего не бывает. Я просто езжу в метро во сне. Ну что, было у вас? Снился? Секс. Снился секс с Самвелом? Офигеть. Так вот почему тебе не снится секс. У тебя во сне жена, блядь, все время сидит, понимаешь? На табуретке, блядь. Шмара заходит, жена такая. Идите нахуй. Понятно. Пойдем к Ване ебаться, он вообще, блядь, безотказный. Что мы, какой мы делаем вывод из этого? Это очень, это психологическое очень доказательство того, что за... Взяла его за руку. Все нормально, никто мне не снится. Все в порядке. Я тебе честно говорю, только ты. Короче, доказательство того, что мужчины вообще в целом, в принципе, мужики, они все на этой планете для того, чтобы заниматься сексом постоянно с разными женщинами. Мы суперполигам. Единственное, у него жена померла позавчера. Имеет право. Вышел на свободу. Я вам точно говорю, доказательство прямое. Посмотрите, мужикам снится секс с другими женщинами постоянно. Не просто это так, потому что это естественно в нашем существовании. Тебе не снится, Зоя Равицна, в юбке? Потому что это неестественно. Ты такое в мире нигде не увидишь. А вот секс с другой женщиной? Есть. И это, поверьте мне, девчонки, вы сейчас осуждаете меня и своих мужиков за то, что я говорю. Но это не мы это выбираем. Это долбанная природа нас заставляет. Мы без удовольствия это делаем. И осознаем это. Это абсолютно без удовольствия. Нам не то, что это приятно. Она нас подставляет, засранка. Как она сделала? Смотрите, вот вагины, да, не просто так, все одинаковые практически. Ну, плюс-минус, понятно, да? Все одинаковые, потому что природа как бы говорит, выбирай любую, неважно. Поэтому мужики иногда путаются. Да это жена, это не жена. Одна же штука, одна такая же. Если бы природа хотела, чтобы это было индивидуально, и чтобы ты был закреплен за конкретной вагиной, оно бы было как лицо. Ты юбочку поднимаешь, такой, опа, щекастая, не моя. Это, ну-ка, блядь, о, один серебряный зуб. Нет, не моя. А это, ну-ка, о, нос сломан на боксе. Моё, моя писечка. Людмила Степановна, обожаю тебя. А природу так не сделал. Все вагины одинаковые. Когда люди, мужчины занимаются сексом, и их занимаются, кончает. Там в каждой капельке, в каждой капельке нашей вот этой штуки тысячи детей. И мы можем это делать каждый день. То есть, когда ты такой, типа... Что еще? Хорошо! Извините. Ахули, не надо зевать. Это уже... Сидите, зеваете. Не надо. Это наука пошла. Я же говорил. Часть смешная, часть умная. Да, я тебе говорю. В каждой капельке на волосы попало. Ничего. Донеси до дома, потом вот так вот расческой скатай сюда, и будет малыш. Понимаете? В каждой капельке ребеночек, в каждой маленькой капельке. Поэтому так случилось. Это природа. Мы не виноваты. Девчонки, нет такого понятия, как шлюха. Все женщины, что? Не наши парни, чужие женщины. Это потенциальные матери. Поэтому, когда женщина не отпускает вас налево, она потенциально убивает одного ребенка. Довольны, убийцы? Рады? Мужики, будете ходить налево? Да! Потом дома. Я просто пизданул для шоу. Я просто сказал, чтобы он был доволен. Поверь мне, вообще так не считаю. Кто, девчонки, считает, что не изменять это нормально? Смотрите, аплодируют девчонки. Но вы понятия не имеете, что мужчина по жизни, он подавляет в себе вот это вот желание очень сильно ради вас. И он делает огромные усилия для того, чтобы не изменять. Это ненормально. Это держит мужика. Он старается, потому что он вас любит. Поэтому поаплодируйте ему крепче, потому что, ну, без аплодисментов своим мужикам, что они вам не изменяют. Это ерунда полная. ой, бля, герой, бля. Пиздец, бля. Польшу. Не, смотри, как вас зовут? Олесенька. Вот я тебе что скажу. Послушай, пожалуйста. Чтобы увидеть, насколько мужик какие усилия он делает для того, чтобы не обманывать, поставь сегодня будильник на 3.15 ночи. Просто поставь у себя возле уха. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ты просыпайся и посмотри. Ваня вот так вот обхватывает так вот ногами одеяло, вот так вот сжимает. Сжимает сильно хуйком, просто продырявливает этот стопроцентный котон просто вот так вот. И вот так вот подушку. Хочу, хочу, хочу ебаться. Хочу ебаться. Хочу ебаться. Вот они. И когда увидит тебя-то с тобой. С тобой. А ты мне на шоу у Соболя даже не похлопала. Похлопай ему. Девчонки, нам это стоит такого. Но при этом, я сразу скажу, я против измен. И изменять, это ужасно. Понятно, что это не так ужасно, как когда жена приходит и говорит, вечером будет сюрприз. И ты ложишься на кровати, она включает музыку в таком белье и начинает танцевать стриптиз. И потом в конце такая, ну как? И вот несмотря на то, что мужики реально должны по идее, по всем правилам быть с разными женщинами всегда. Тем не менее, мы выбираем одну и живем с ней по 17 лет, по 3 с половиной года, по 3, по 2, по 1. Не живем вообще! Нет. Почему? Потому что женщины, вы гениальные. И вы просто перевернули игру полностью. вы все сделали так, что весь мир подстраивается под вас. И мужики в том числе. У меня есть 4 пункта, я вам докажу в 4 пункта, что это так. Первое. Как так получилось, что, например, туфли женские, хорошие, стоят 100 тысяч, а лодка 40? Что за херня, бля? Дальше. секс-шоп. Были в секс-шопе? Это же просто офигеть. Это же просто кладезь приколов для девушек. Просто полки огромные, там все. И вот такой, и уточка, и крючком, и бобром, блядь, и кулаком от перчатки, и на моторе, и со звуком, блядь, и просто и с экранчиком, и с двигателем, там и как бита огромная, и как зубочистка для начинающих. И с лицом шамана для патриоток. Там все есть. И все. Это, девчонки, для вас. А для мужика заходят. А здесь все для мужика. Да, есть, вон. И там в углу такая надувная хуйня с дыркой в башке. По сути, та же лодка. Только дырявая. Дальше, третий пункт. Посмотрите, волосы. Обратите внимание, у девчонки, когда разные волосы, это всегда прическа. Во, у тебя такая беленькая, такой, раз, такой, такой, как ежик, а у нее сзади такие длинные волосы, рыжие. У кого-то длинные, кучерявые, у кого-то прямые, у кого-то вообще короткие, все зализано. И это все, девчонки, у вас называется прическа. А у мужика, если не вот такая вот лысая, вот такая херня, вот с такой, вы знаете, вот с такими волосами, приклеенными, вот здесь вот. Если не вот так вот, то все, пиздарики. Если волосы длинные, да, это прическа, нет, это вот так вот. О, айтишник, металюга, пиздила. Если кучерявые, это прическа, нет, это лобок, блядь, укупник, пиздила. Лысый, лысый, пиздила. Седые, седой, пиздила, блядь. Лоб, огромный лоб, и такие волки, хуя у тебя лоб, пиздила. Вы нам даже прическу не оставили, вы все себе, блин, подбирайте. Но самое главное, смотрите, это просто несправедливость, невероятная. Почему вы главенствуете в этом мире? Смотрите, как так вышло, что мужики женятся на одной женщине, живут с ней всю жизнь, по 17, 20, 30 лет, и спят только с ней. Хотя вокруг миллионы других женщин, которые не против. Вопрос. Это наша идея? Наша ли это идейка? Это мы придумали. и выбрали такую концепцию, что мы раньше такие собрались. Итак, мужики, прямо сейчас определим концепцию жизни на всю жизнь. Что вы любите? Ебаться люблю! Так, о чем ты мечтаешь? Хочу трахать все, что двигается! в啊! Да. А что конкретно ты будешь делать, Андрей? Я буду спать с одной женщиной до самой смерти, потому что я ее выбрал, и даже если мне будут в директ скидывать сиськи, я даже не буду открывать эти фотографии, потому что я живу с одной женщиной и люблю ее до конца смерти. правильно же да любимая совершенно верно умница осознанный пойдем я тебе угощу курицы я не буду куриц а бедрышки а бедрышки буду потому что я очень очень хозяин собственной жизни парни предлагаю громко поаплодировать девчонкам они перевернули игру они делают это все это просто невероятно вообще я тут рассказываю про детей про про жену про и наташка ко мне подходит и говорит слушай а как так происходит вот мы вам детей рожаем а вы нас бросаете и у нее главное в руке вилка и я понимаю надо думать что отвечать это потому что что мы толстые что ли становимся прикиньте я говорю ну какая ты толстая так за лицо я беру сладенькая моя девочка в глаза я смотрю там на сиську сел я такой наташа ну куда я тебя брошу блин ты чё с ума что ли сошла столько всего елки-палки нас тобой аккаунт один на двоих в айклавдии ну там 35 тысяч фотографий да мне проще тебя убить нахер и закопать тебя в твоих куртках я никто не найдет никогда потому что есть такие знаете есть такие реально же семьи которые распадаются они живут вместе у них дети у них счастливая семья у них там эти скрепные крепкие семьи когда уже сын с отцом машину летом в реке моет когда у жены жировик на спине муж шилом его выковыривает туда в эту ямку берет косточку от авокадо чтобы выросла красота дома было знаете есть такие семьи и они иногда разваливаются по мужик находится молодую девчонку и уходит к ней бросает все это ужасно я понял почему это происходит во первых когда мужик долго живет с женщиной у него открывается третье ухо это не у всех кто вот долго живет у кого дети то давно живет женщина третье ухо которое слышит специальный звук который исходит у всех молодых женщин вот отсюда это такой слышит только те кто давно в браке и кто уже устал и как это происходит он просто сводит мужика с ума знаете бывают такие ситуации идет вот такой вот мужик да у него дома семья у него дети у него жена и он идет через лес домой такой сейчас приду домой как я люблю свою семью закроюсь в туалете на четыре часа и посижу чтобы от их не видеть они меня задолбали и вдруг где-то там из-под кустов шиповника и полина там издалека говорит привет коль вставай вставай давай 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 подыграй подыграй привет я лучше скажи я лучшим твоя жена у твоей жены из спины торчит авокадо а у меня ничего и мужик такой я влюбился в тебя поля я тебя люблю давай встречаться вместе я брошу свою жену мне они не интересны и они заползают под куст шиповника а на утро у него появляется маленький красивый розовый паша давай с другой стороны я понимаю прекрасно прекрасно понимаю что если я расстанусь наташкой меня полюбит любая абсолютно любая в ту же секунду нужно смотрите какое красавчик я же просто пушечка у меня все есть если посмотреть мой мазок из уретры хотя куда наташку брошу и куда она меня мы столько много прошли вместе блин она когда была беременна она она поправилась приз при сони когда была соня у внутри на 30 килограмм 30 килограмм она была просто ну агро она бы не влезла в это здание я вам точно говорю я просто помню а вот глаз бы торчал из входной двери вот так вот ну когда ты уже выйдешь задолбалась лежать гигантская мы жили на пятом этаже и мне чтобы поднять ее ну она с трудом поднималась на пятый этаж лифта не было я его так вот толкал вот так вот в зад просто давай наташка идем вперед выше и выше беру какой этаж никакой ты мне между ягодиц забрался вылази давай отсюда во сейчас покашляю вылетай ну реально большая была и правда и она очень сложно последний месяц она была всегда почти на сохранение належала в больнице почти все время и у нас были очень сложные сони роды и наташка врачи были какие-то странные они перепутали лекарства и как я это узнал значит я был в коридоре момент когда наташка рожала а никто не думал что я ее муж потому что я выгляжу примерно вот так как сейчас 12 лет назад она была огромная все думали что я ее сын и когда мы пошли по универоду не такие да да сын тоже пусть там сидит я сидела так на каком-то диване ночью она там орала и тут выходит из кабинета два мужика доктора и горит ты чё сделал один доктор будет другом ты чё сделал вы чё и поставили это написано вы поставили феназепам и одновременно димедрол это ужасная комбинация ужасный коктейль и второй доктор говорит все нормально мы все исправим и знаете что он сделал они вырвали из истории болезни этот листок где указано что они давали просто мрази наташка еле-еле родила с огромным трудом к нам подошла потом тетка и такая выкарабкалась поздравляю у нее бумажка такая была держите подпишите это было платно с вас 35 тысяч я просто охренел а если мы бесплатно рожали это вообще как бы выглядело наверно мы такие она по ходу вы бесплатно рожать мы дали час секундочку такая камень берет пошли нахуй отсюда мрази вонючая в комомка вонючая в комах урожай бля твою ебанья поколением там бля мразь бля ужасный болероди просто я вообще был тоже прикол уйти наташка я вы короче в другую сторону легла в животе у наташки ну типа кто знает здесь должна быть голова природах а ноги здесь а я в другую сторону здесь ноги здесь голова здесь ноги она как ван дамм хотела выйти вот и подошел к нам доктор и такой потрогал такую же вам надо чтобы ребенок перевернулся и ушел я думаю ну не пыльный у тебя работенка как ты принимаешь пациентов что приходит чувак доктор здрасте у меня спит надо чтобы спида не было и все будет тип-топ вот у меня спида нет у меня вообще норм не будет спида приходи договорились с вас тысячи прошу за консультацию и наташка осталась в одна в этом кабинете она начала гладить живот и говорить с евой и так получилось она ее перевернула прикиньте реально переверну я когда это узнал и горит ты смогла это сделать и ты не можешь разобраться с принтером самое интересное она когда рожала я выступал на сцене у меня был такой же вот концерт я выступаю на сцене и тут мне звонок там нам помогала женщина татьяна зовут хорошая наша подруга она помогала наташке рожать и мне звонок от татьяны родила я прям вот так вот на концерте говорю родила девочка кто-то из зала такой а от кого родила особо льезда на и а это все батя эти шутки не интересны вообще и короче такая радостная атмосфера все-таки радостный да родила круто круто я не выключал телефон специально мало ли что и тут через 15 минут от татьяны мне приходит пять фотографий и подпись а это домик где жила ева как вы думаете как вот выглядит домик которым жила ева такое из печенья такие такие трубы такая крыша и там диван и телевизор идет дисней вот представьте лечо и все я как понял что мне такая травма была я думал что блин у всех женщин там внутри вот такая вот фигня я когда женщину видел потом после этого полгода еще мне хотелось так взять просто хлеб и вот так помогать мне вот так вот я поэтому вообще не понимаю вот этих вот мужиков видимо этих партнерские роды которые прям туда которые вот такие вот давай 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 пошла пошла водичка добавили нас это так сблизило мне кажется это не здоровые люди такую фигню страдает с другой стороны здоровые люди бы не пели в смэш согласитесь знаете несмотря на всю эту дичь я хочу чтобы наташка прошла через это еще разок но ради ребеночка можно кто-то очень сложно кстати рожать а кто-то легко есть кто-то кто легко рожал и на кого это было вообще проще парень на реп и во ради вы легко ради просто вообще просто легко эпидуралка и все и все прошло типа uctом да «А, это я родила!» Легко — это круто, это очень здорово. Потому что кто-то это с трудом делает. Кто-то типа... И это только в нее кончили. Разница колоссальная между этими двумя дамами. В этом, конечно, я понимаю, что курицы женщину эволюционно в плане рождения обогнали просто на несколько кругов. Обратите внимание, как курица рожает. Это же вообще гениально просто. Вот просто куда угодно, блядь, выдавила свою эту хуйню круглую, лишь бы не в сковородку, просто бросила. И она беременна, но она там беременна, понял? Она как бы забеременела, сбросила, еще очко пульсирует, вот она уже подошла к своим предподружкам. «Здорово, девчонки, как настроение? Что там, блядь? Пшено, блядь, пришло какое-нибудь новое или нет? А я беременна, ёб твою мать, мне вообще все равно, блядь. Эпоху, блядь, я могу есть, не есть, блядь. Беременна в данный момент прямо, прикиньте. Ага, женщина, это, блин, целая, целая процедура. Так, роды, пошло, пошло. Раскрытие, значит, раскрытие на два километра, нормально. Одна нога здесь, другая там. Вот о чем поговорка. Давай, поехали. Вижу, вижу головку, давай. И все, я там бам, три килограмма, бля, ты хер поднимешь его, такой вот он, вот он с руками, рогами. Вау, вау. Такой вау. И она такая через год. Хочу еще одного. Да. Вы героиня, конечно. Я так бы не смог. Я когда какаю, мне больно. Не всегда, нет, не всегда, нет. Иногда. Если б я мог, я бы и не какал. Один раз бы покакал, и все. Я так бы, нет, это не мое, спасибо. Нашел бы какую-нибудь суррогатную мать, пусть бы какала за меня. Или брал бы какашки, от которых отказались. Да, детки. Любите детей своих? Аплодируйте, кто любит своих детей. Я тоже очень люблю, очень люблю своих детей, конечно. Наши дети классные? Да. Но самые уебанские дети это чужие. Согласитесь? Ну что, рыцари не пустили там или что? Из замка Галкина вышел, блять. Схожу на Соболя, похохочу, блять. Вам нельзя. Короче, чужие дети. Это вообще, это иногда ужасно вообще. Просто отвратительно. Кошмар. Кошмар просто. У меня был случай. Я лечу в самолете, сзади меня вдруг так случилось. Сидит ровно сзади меня маленькая красивая такая девочка такая вся в пучеряшечках. А рядом мать. И у нее вот здесь вот еще один ребенок. Я смотрю на нее здоровую, смотрю на эту маленькую, думаю, ну летим ночью. Думаю, что может быть такого страшного? И что вы думаете? Я надеваю эту маску, надеваю там под подушку и начинаю и ложусь спать. И проходит буквально минут, наверное, пять от взлета. И тут так, знаешь, типа, прям четко так в спину, типа. И я такой, да не может быть. Не, наверное, сбили чайку. Так, чего, блин, происходит? Я снимаю эту маску. Я поворачиваюсь. Эта мелкая. Пинает мне в кресло просто. Я на нее вот так вот смотрю. А она на меня. Я говорю матери, говорю, я извиняюсь. Вы можете сказать своему, вот, не знаю, ОМОНовцу или кто, что она делает? Чтобы она не пинала мне в данный момент, когда я хотя бы смотрю на нее. И мать на чистом, на серьезе на меня смотрит и такая. Угу. И в этом. Угу. Не было, типа. Соболь, отвечаю на очко. Я все разъясню этой маленькой мартышке. И если что, обоссыдьте меня всем Боингом без проблем. Нет. Просто, мгм. Я такой, ну ладно, хорошо. И я разворачиваюсь, думаю, да не, наверное, она объяснит. Я одеваю эту маску, одеваю эту подушку, ложусь спать и погружаюсь уже в сон, знаешь, когда ты уже прям заснул. И я так уже внутри сна. И тут сзади просто... Сильнее, блядь. Активнее. И уже мать подключилась там, походу. Бошкной, блядь. Я поворачиваюсь к матери и говорю, вы можете объяснить ребенку, чтобы она не пинала мое кресло? И мать мне говорит, а что вы хотите? Это же ребенок? А я, блядь, готовился к этому разговору. Я говорю, да? Говорю, у меня, если что, двое детей. И мои дети не позволяют себе вот такого, чтобы, ну, напрягать людей, которые, тем более, только что попросили их не напрягать. И эта мать мне говорит, наверное, потому что у вас есть няни. Я говорю, какие няни, блядь? У меня Наташка сама все делает. Во-первых, родила, блядь, чуть не сдохла за 35 тысяч ребеночка. Второго перевернула в животе сама. И воспитывает она сама. Она просто любит объяснять, что хорошо, а что плохо. И это плохо. И если вы не можете объяснить своему ребенку, что это делать не нужно, тем более, что я попросил, угомоните нахуй своего выпердыша. Эта мелкая вот так вот в кресло вжалась вот так вот. Она испугалась. Она на меня смотрит. Она была маленькая же, ребеночком. А это такая уже стала, как будто и маленькая, и старая одновременно. Как хазбик. Сидит так вот. Возраст непонятен. И я такой злой просто. Просто вины, что когда ты напряжен вот уже вот так вот. Я одеваю эту маску, я одеваю подушку. Хочу заснуть, а уже не заснуть. Сердце, знаешь, оно уже вот так вот. Он такой, оно мне такой, ну брат, ты дал. Хера ты, бля, ты герой. Как ты эту пятилетку отхуярил просто. Невероятно. И ты такой крутышка просто. Я тебе хочу подарить аритмию, блядь. Вот тебе немножечко. Вот тебе немножко за то, что ты натворил. Я говорю, бля, это все, спать, спать, спать. Все органы тобой довольны. Ты просто невероятен. Взя, возвращай. По прилету обоссым какую-нибудь люльку с малышом, потому что ты, ты способен на большее. Я говорю, ну все, 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 спим, спим, спим. Как я горд, горд, дождь, что я в твоем теле живу. Я говорю, ну все, успокойся. Успокойся, все будет нормально. Успокойся, до завтра. Целую, целую, и я тебя отнимаю. Все будет хорошо. Все нормально. Я говорю, блядь, ты не справишься, блядь. Что ты делаешь, блядь? Ты можешь, блядь, ты так не делаешь. Я хочу, блядь, баиньки. Я баиньки хочу, блядь, баиньки. Дай мне поспать. Дай поспать мне. Ты понимаешь, поспать, дай мне поспать. Надо спать. И тут подходит стюардесса и говорит, раз вы так ругаетесь, может быть, вы хотите пересесть в бизнес-класс? Говорит этой маленькой мразе. Она на меня смотрит и такая, а вы будете кушать? У нас есть курица. Я говорю, я не буду курицу. Она говорит, а бедрышки? Я говорю, а бедрышки я буду. Буду, потому что я главный пиздец. Кто? Герой просто, блядь. Вот он, кто я. Что случилось? Стой, стой. Ты реально сейчас рожаешь, что ли? Пиздец. Иди сюда. Давайте поаплодируем, беременная. Эй, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Что? Что? Стой, скорую, скорую вызывайте. Андрей. У нее роды реально, она рожает. Куда ее сажать? На какой стул он большой? Есть врачи у нас? Врачи есть у нас? У нее реально роды. У нее воды? Пошли. Давай, давай, сейчас. Иди сюда, вставай, вставай. Сейчас, ладно, сейчас все сделаем. Закатывайте, сейчас будем рожать. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, ложись. Ложись, 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 ложись. Ложись, ложись. Сейчас все сделаем. СМЕХ 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 Это концерт. Концерт про детей. И тут беременная рожает. Я вижу головку! Гоп! Я вижу головку! Я вижу головку! Давай! Давай, давай!! У нас мальчик! Мальчик у нас! Мальчик! Какое счастье! На концерте третий. Роды! Кто знал? Идите сюда, малыши. Маме аплодисменты. Аплодисменты. Иди. Она родила здесь. Какое чудо. Спасибо за поддержку. Мы очень счастливы. Мы сделали это. Вам понравилось? Бил! Дамы и господа, это Ева Суплева. Малыша дочка, это всегда машина. Поаплодируйте моему папе, если вам хоть чуть-чуть понравилось. А вот, собственно, и он. Господа, спасибо огромное. Это был концерт третий. Он был полностью посвящен детям. Я очень сильно желаю всем детям на этой планете всего хорошего. В это непростое время, когда взрослые ругаются. Я хочу, чтобы дети не страдали от этого. В нашей стране или в какой-либо другой. Я желаю всем вашим детям всего хорошего, счастья. А если у вас детей еще нет, я желаю, чтобы у вас дети побыстрее появились. Потому что дети – это чудо. Спасибо большое. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова